Изысканная фарфоровая тарелочка. Интересный форум. Золотой каймой. Фарфор в сеточку, что очень нарядно. А украшают её прелестные букетики с розами. Всё как мы любим, девочки. Смотрите, да, Зипу, горошек. Икея сняла рисунок у Зика. Украли, украли, плагиат. Да, старый Зик. Нежный подполевой мейсоновский цветок. Ну, не совсем мейсон, но всё-таки вот чудный. За сегодня, за копейки, я считаю, по 50 рублей чашка. Мои дорогие друзья, мои самые лучшие на свете зрители. Мы на Блашином рынке ретро. И сегодня я узнала столько нового и интересного. Ну, спешу с вами поделиться. Смотрите, это по 200. Это, по-моему, маслёнка такая. И мне кажется, Чехословакия. Потому что они очень любят Чехия. Вот такой вот. Очень интересная. А вот ещё старая такая маслёнка. Ну, это старенькие чашечки. Они грязненькие, но ничего страшного в этом нет. Одно из старой вербилки. Очаровательная чашка с позолотой, как кофейной. Изумительно просто. Да, да. Вот нежный, нежный, подполевой мейсоновский цветок. Ну, не совсем мейсон, но всё-таки вот чудный. За сегодня, за копейки, я считаю. А сколько они сейчас? По 50 рублей чашка и 50 рублей блюдца. Ой, да, здорово. А ещё фарфоровые нашла, очень красивые. Могу вам тоже показать. Тонкие-тонкие фарфорки. А уже её, по-моему, и нету, смотрите. Да, по-моему, этого завода не существует. Это, кстати, ведь не блюдечки, а можно даже как эти... Десертные тарелки. Десертные тарелки, да. Десертные тарелки. Уже сколько заводов не существует, а у людей вот сохранности. И прямо напоминает фарфор. Да, да. Как он называется, плетение фарфора. Да. Здесь такой прорезон. Ну, всё равно 3D уже всё изображение такое. Что говорят? Я даже на них не смотрела. Чьё это? Не знаю. А, поэтому никто и не берёт, не брал. Понятно. Я согласна, что нет, понимая. Потому что... А на свет, давайте посмотрим. Да, пожалуйста, вот сюда. Вот сейчас вот так вот. Да, просвечивает. Просвечивает. Это прямо вот тонкий-тонкий. Возьмите в руки. Ну, как китайский фарфор. Правда, слушайте, тончайший. Тончайший. Вот одно блюдце треснутое. Мне не хочется его брать. Вот. Ну, прямо вот здесь вот. Да. Извините. А это тоже какие-то чашки? Вот они вот эти. А, они все, 3. Понятно. Я нашла два блюдца. Сейчас буду искать третье. У кого-то были в закромах. Ну, и корзиночка такая классная. Классная, да. А покажите мне тарелочку. У меня тарелочка хорошая. Она современная. Пусть современная, но она такая смешно интересная. Под фиалочкой. Это фиалки. Но вот есть даже коллекционеры, которые коллекционируют фиалки. Да, да, да. Это просто чудно. Скорее всего, тройка была для пирожного, блюдца и чашка. Да, да, да. Ну, очаровательная. А чье это? Ну, я думаю, что есть по-русски написано, значит, это может быть кто-то делает для России. Ну, понятно. Может быть даже и Китай. Может быть, да. Да. Ну, очень хорошо. Ну, а мы просто радуются. А я тоже, я считаю, что иногда надо это, вот, душа лежит и брать. А я считаю так, что если тебе вещь принесет радость и позитив, то это не важно, чья она, что она. Я согласна. Да, а если взять, что китайцы изначально делали фарфор и потом уже по всему миру это все распространилось, то это тоже. Это я с вами совершенно согласна. И вот еще нашла такую же, вероятно, китайскую, но она нежная просто, знаете. Ой, она очень милая. Да, нежный фарфор, который, как вам сказать, женский такой стиль. Да, да, да. Бадуарный. Да, название не бадуарное, оно такое название распространенное обычно в белом стиле, все там во все, ну, сказочно. Сказочно, сказочно. Ну, мне вот фиалки вообще очень-очень впечатлили. А, ну, вы урановские вот бусы нашли, вы ходите, смотрю все время с фонариком. Ну, не все время, да, я ищу стекло, урановое стекло. Это стариннейшее тоже стекло, его выпускают в Чимфе. А вас-то можете снять? А я в маске, я не могу бегать. Да, вот, да, я собираюсь, к сожалению, здесь ничего нет, мы стоим рядом с Денисой. А ваша подруга сказала? А моя подруга сказала, мы за любой положительный тип, кроме алкоголя, даже в пандемию, вот, чтобы все приносило позитив. Очень актуально. Очень актуально, да, 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 за любовь, пожалуйста, чтобы все приносило радость в жизни, позитив и счастье людям. А посуда тоже это приносит. С твоей сумкой. А вот видите, какой старый, старый. У меня есть такой, я купила. А вот посмотрите, какой блюдечко. Да, интересно, что это у Дулёва, наверное? Да. А у Дулёва тоже там поворот сокола имеет значение. Нет, и поворот-то он, знаете, 90-е где-то годы, 70-е по 90-е. Но, да, помимо битва, да. В общем, найду внимательно. Малинский, да, со старым-старым климом. Завод уже не существует, ребята. Ну, все знают. Зика, кстати, у моих подписчиков у них много есть. Да. Ну, красивые тоже редко попадают. Редко, редко. Нет, ну, у них, кстати, много хороших. В коллекциях. У них много хороших, да. Ну, простые какие-то вещи. А здесь все равно очень красиво. Вот даже для дачи, для этих. Видите, сколько здесь салонок. Одна такая же. А эта, кстати, ЛФЗ старенькая. Еще одна. Вот если кто-то собирает. Еще здесь, смотрите, сколько всех. Очень даже ничего. Всегда начинала свой обзор все по 100. И оказалось сегодня, что есть и еще все по 50. А при скидке все по 25. Но вообще, то ли я не видела, то ли раньше этого не было. Вот я вам не показывала стаканы старые, которые по 50 рублей. Сегодня по 25. И посмотрите, сколько их. Вот, тоже 50 рублей. А сегодня по 25. Такие ритмочки. Я помню в моем детстве. Да. По 25 рублей. Так что, можно набрать здесь очень много. Вот из темного стекла. Да. А вот еще, посмотрите. Желтое стекло с золотом. 25 рублей. Ну, и вот такие неплохие тоже все по 25. Да. А вот мы из марганцевого стекла, посмотрите, по 25. Золотом. О, значит, я вам неправильно даже. Смотрите. Да. Из красного стекла. Очень приятно встретиться. Вы вот уже подписчицу. Прекрасную женщину. Вас как зовут? Александра. И расскажите, два слова просто. Мы сейчас встретились на Кристалле. Вы сказали, что вы не коллекционер, но покупаете для чего посуду? Ну, просто, как бы, какие-то висички из детства. Интересные. Посмотреть, да, вот какие-нибудь старые вещи. Да, как воспоминания. Побродить, да. Да, просто даже побродить, да. Здесь как по музею можно ходить, ходить и ходить. Служен тяжело, да? Мужчины не любят ходить. Я думаю, да. Это я согласна. Да, а вот какие-то оригинальные. Интересно, смотрите, подобрать. Очень приятно. Ну, давайте все-таки, когда будет встреча, может быть, подъедете тогда что-нибудь послушаем, посмотрим. Это же интересно. Ну, это, конечно, наша пластика, горох вот этот. Спасибо. А мне сегодня день рождения. Ну, поздравляю. Да. Так что, можете меня поздравить. Спасибо. Поздравляю вас. Всего доброго. И вам всего самого хорошего. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас чайничек. А для живописи вы занимаетесь, что ли, да, живописи? Да, все. А, и вам нужно специально что-то в восточном стиле или как? Нет, нам просто поставить. Просто поставить и рисовать. А почему вы именно черный такой выбрали? Да. А он лучше все контрастится. Да? Должна быть точка упора. Само контрастное место. Она больше всего поднесется. Тричем. Какая интересная бутылка, стеклянная и кожа обтянутая. Это для путешественников, да? Похоже. А я с вами не прощаюсь, мои дорогие друзья. Вас ждет продолжение. И уже в этом продолжении я расскажу еще и о своих покупках, потому что я не все рассказала. И вы увидите более высокий ценовой сегмент на блошином рынке. Я вас люблю, обнимаю. Желаю вам всего самого хорошего. И хочу поблагодарить за то, что вы были со мной. Прекрасного лета!